Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я приветствую вас! Желаю вам сегодня интересной и насыщенной научной программы. И мы с вами сегодня поговорим о методах саморегуляции для улучшения сна. Ну, во-первых, почему мы говорим о применении этих методов в контексте работы с инсомнеем? Существует несколько патогенетических моделей инсомнея. Это модель гиперактивации, модель 3П, модель реактивности сна к стрессу. И все эти модели в качестве важных факторов, которые приводят к развитию и поддержанию инсомнического расстройства, говорят о навязчивых мыслях перед сном и о эмоциональных состояниях тревоги и страха человека перед бессонницей и ее последствиями. И как раз-таки программы психологической коррекции и психотерапии нарушений сна, они обучают человека навыкам психологической гибкости и навыкам работы с этими мыслями и с этими эмоциональными состояниями. Ну, вообще, что это за программа? Во-первых, это программа когнитивно-поведенческой терапии. Она уже показала свою эффективность в большом количестве научных исследований. Кроме этого, есть и другие. Например, ЭКТ-терапия, это терапия принятия ответственности. И та, и другая программа в их структуре как раз-таки содержится обучение людей методикам саморегуляции. Что это такое за методики? Давайте теперь поговорим об этом. Если мы говорим про классическую программу когнитивно-поведенческой терапии, то первое, чему человека учат в рамках этой программы, что касается методов саморегуляции, это техники дыхания и мышечной релаксации. Техника дыхания – это метод диафрагмального дыхания. Я могу даже в двух словах сказать, как этим пользоваться. В любое время дня или перед сном вы можете принять удобное положение, присесть. Первые разы удобнее, кстати говоря, эту технику даже делать лежа. Буквально пять минуточек вы можете подышать таким образом. Положить руку на диафрагму, сделать вдох носом и попробовать его сделать как бы через живот этот вдох. Вдыхаете. И выдыхаете через рот. Спокойный, нефорсированный вдох и выдох без каких-то пауз, без задержки дыхания. Единственная особенность этой техники, что выдох должен быть подлиннее вдоха. То есть еще разочек. Вы делаете вдох и выдох. И спокойно, таким образом, вы дышите, ну сколько? Можно три минуты, можно пять минут. Это метод диафрагмального дыхания. Он через стимуляцию блуждающего нерва позволяет человеку расслабиться, успокоиться и таким образом при регулярной практике будет помогать вам лучше спать. Второй метод, которому обучаю, это классическая программа когнитивно-поведенческая терапия. Вот в рамках именно, да, вот таких методов саморегуляции. Это метод мышечной релаксации. Вы можете посмотреть даже в любой литературе или даже в интернете. Он был уже разработан и запретен чуть меньше, но тем не менее, практически уже сто лет назад. Автор его это Джекобсон, поэтому так и называется он, метод прогрессивной мышечной релаксации по Джекобсону. И там идея в том, что человек последовательно на 5 секунд сначала напрягает, а потом расслабляет различные группы мышц. И в итоге таким образом он достигает общего мышечного и психоэмоционального расслабления, снятия напряжения. Вот это самые такие базовые, которые он обучает. Дальше я хочу сказать о двух методах, которым обучают в рамках эко-терапии, это терапия принятия ответственности, они относятся к навыкам психологической гибкости. Первый из них это присутствие в моменте, и второй это развитие наблюдательной части. Что касается присутствия в моменте, то это тренировка, навыка управления своим вниманием. Ну, возможно, вы уже слышали, потому что сейчас большое количество информации об этом, большое внимание уделяется. Вообще есть в психотерапии сейчас такое понятие, как трасс-диагностическая модель. Это означает, что авторы, ученые пытаются найти какие-то общие проблемы у пациентов с разными расстройствами. То есть это могут быть тревожные, депрессивные расстройства, нарушение сна, расстройство пищевого поведения. И авторы предполагают, что есть какая-то общая особенность у этих пациентов. И есть несколько таких концепций. Ну вот в частности, концепция Эдриана Уэллса, она говорит о том, что вот такой общей особенностью является синдром чрезмерного внимания, когда человек как раз-таки не может отвлечь свое внимание от этих мыслей, от этих эмоций. И поэтому навык управления вниманием, навык гибкости внимания, это очень важный навык. Ну а вот еще раз уж начала говорить про трасс-диагностическую модель, есть и другие точки зрения. Например, вот Пол Гилберт, такой автор, он говорит о том, что стыд и самокритика, они являются таким очень важным общим звеном различных таких вот психических расстройств. Ну а мы начали говорить, да, об этом синдроме чрезмерного внимания и о важности развития навыка управления вниманием и навыка присутствия в моменте, да. Что такое вообще, что мы подразумеваем под присутствием в моменте? Это осознанное нахождение здесь и сейчас, которое переживается с открытостью, с интересом и с принятием. То есть человек, зачастую такое бывает, что мысли его застревают в прошлом или в будущем, а здесь как раз таки мы обучаемся тому, чтобы находиться и присутствовать здесь сейчас. Тут важны такие как раз таки навыки, как внимание, безоценочность, доверие, доброжелательное отношение к себе, принятие и отпускание. И как раз таки вот людей обучают таким навыкам, таким техникам. Но здесь самое важное, это, наверное, почаще об этом вспоминать, и когда вы понимаете, что ваши мысли, ваше внимание застряло в прошлом или в будущем, хотя бы об этом вспоминать, это уже полдела. И дальше уже, каким образом учиться, обучаться управлению вниманием. Я предлагаю нам с вами сделать небольшое упражнение и таким образом на практике продемонстрировать. На самом деле таких техник их достаточно много. Опять же, если вас заинтересует, вы можете почитать литературу или посмотреть в интернете. Есть обучающее видео с упражнениями того же Эдриана Уэллса, о котором мы поговорили. Но я предлагаю сделать сегодня одно такое упражнение. Вы можете присесть поудобнее и вокруг себя сейчас осмотреться и найти пять каких-то вещей, пять предметов, на которые вы обратите ваше внимание. Абсолютно любые, которые заинтересуют вас. Пять каких-то вещей. Теперь, когда вы их нашли, вы можете расположиться поудобнее и прикрыть глаза. Если вам удобнее, вы можете продолжать с открытыми глазами. Если хотите, вы можете их закрыть. И с закрытыми глазами еще раз одновременно вспомнить и представить себе пять этих предметов. И постараться в поле вашего внимания удерживать пять этих вещей. Теперь, когда вы это сделали, я предлагаю вам обратить ваше внимание на пять каких-то звуков, которые вы можете услышать в этом пространстве, в этой аудитории. Это может быть, это могут быть какие-то звуки за окном. Это может быть какой-то звук рядом с вами. Это может быть стук вашего собственного сердца. Эти звуки могут быть дальше, могут быть ближе. Какие-то погромче, какие-то потише. Вот вы можете найти пять таких звуков. Я дам вам на это минуточку. И теперь, когда вы обратили внимание на пять звуков, вы можете постараться послушать их одновременно. одновременно слышать эти пять звуков, которые ближе к вам, подальше от вас, и постараться в поле вашего внимания удерживать все пять звуков. И теперь я предлагаю вам обратить ваше внимание на пять ощущений в вашем теле. Ну, например, как вы ощущаете часы на вашем запястье или ощущения в ваших ногах от соприкосновения их с полом. Или как ваша спина опирается на спинку кресла. И вы можете найти пять самых простых ощущений в вашем теле. Может быть, это ощущение тепла или прохлады на руках или в ногах. И теперь, когда вы нашли пять таких ощущений, я предлагаю вам одновременно обратить на них внимание. то есть в поле вашего внимания одновременно удерживать пять этих ощущений. И теперь, когда вы это сделали, я предлагаю вам одновременно, если вы сидите с закрытыми глазами или с открытыми, одновременно вспомнить пять предметов, пять вещей, на которые вы смотрели. Одновременно с этим обратить внимание на пять звуков и на пять ощущений в теле. И постараться все это какое-то время удерживать в поле вашего внимания. Пять картинок, пять звуков и пять ощущений. Пять ощущений. Замечательно. Теперь, если вы сидели с закрытыми глазами, вы можете сделать глубокий вдох, выдох, потихонечку открывать глаза. на самом деле, когда человек первые самые предпринимают попытки вот такой вот тренировки внимания и гибкости внимания, это не так просто, но как абсолютно любой навык при регулярной тренировке он очень хорошо очень хорошо практикуется, очень хорошо нарабатывается. Вот опять же, я повторюсь, здесь есть большое количество упражнений и вы можете их посмотреть в литературе или даже в интернете. Второй навык психологической гибкости, навык саморегуляции, о котором я сказала, да, вот еще разочек я напомню, что мы говорим о методе ЭКТ-терапии, терапии принятия ответственности, вообще это считается третьей волной когнитивно-поведенческой терапии, но опять же, тут разные авторы дискутируют, относить ли это в принципе к когнитивно-поведенческой терапии или нет, ну так или иначе, вот это терапия принятия ответственности. И второй навык, о котором мы говорили, это развитие внутреннего наблюдателя, но идея вообще она сама по себе не новая и существует с древних времен, она достаточно давно практикуется в восточных культурах, для нашей западной культуры это более новая идея, но тем не менее, тоже она уже некоторое время существует и используется психологами и психотерапевтами развитие внутреннего наблюдателя. Что такое вообще наблюдательная часть? Да, это та, которая осознает, что вы думаете, что вы чувствуете, что вы делаете и это как бы такая идея размышляющего мозга и наблюдающего мозга, да, и когда вы можете о чём-то думать, да, или находиться в каком-то эмоциональном состоянии, но при этом какая-то часть вашего внимания, да, опять же, какая-то часть вас может наблюдать за этим. И тут ещё важная идея, которая лежит в основе этого подхода, в основе этой практики, что мы не являемся содержанием нашего опыта, да, и мы не равны нашим мыслям, нашим чувствам, мы не равны нашему пережитому опыту, мы не равны нашему опыту как успехов, так и неудач. И, соответственно, мы учимся тому, чтобы дать возможность быть разным переживанием и наблюдать эти переживания и называть их, описывать, да, то есть это мысли, чувства, ощущения, потому что как оно бывает, что мы, как бы, нас захватывают какие-то мысли и мы настолько с ними ассоциированы, да, в этот момент, что нам сложно посмотреть немножко со стороны, как бы, на ситуацию и на самих себя, и тут как раз-таки идея того, что мы можем этому обучаться, как если бы, допустим, мы играем в шахматы и на эту шахматную доску посмотреть сверху, то есть для этого нужно немножечко как бы диссоциироваться, да, вступить на шаг назад и понаблюдать за своими чувствами, за своими эмоциями. И здесь я предлагаю вам сделать тоже небольшое упражнение, для этого вы можете, опять же, как вам удобно, как вам комфортно продолжать, либо с открытыми глазами, либо вы можете закрыть глаза, еще разочек, чтобы сфокусировать ваше внимание на каких-то внутренних ощущениях, сделать хороший глубокий вдох, выдох, еще разочек, вернуться к тем ощущениям в вашем теле, которое вы отметили в рамках нашего предыдущего упражнения, ощущения в ваших руках, в ваших ногах, вы можете прислушаться к вашему дыханию, понаблюдать, как вы делаете вдох, выдох, и подумать о том, что каждый день в нашу голову приходит большое количество мыслей, они приходят, уходят, и какие-то из них более полезны, какие-то из них менее полезны, какие-то из них помогают нам, а какие-то из них иногда даже нам и мешают, и вы можете представить себе, что эти мысли, они как будто бы поезда, которые приходят и уходят, и как если бы вы оказались бы на платформе и смотрели бы на приходящие поезда, но при этом когда поезд приходит, вы не поднимаетесь, не садитесь в поезд, не едете на этом поезде, а вы просто продолжаете сидеть, и смотреть, как эти поезда приходят, как люди в них садятся, загружают туда свой багаж и уезжают, и как этот поезд просто мчится вдаль, а вы просто продолжаете сидеть на перроне, и вы понимаете, что вы не обязаны прыгать в этот приходящий поезд и уезжают на нем, а у вас есть возможность просто побыть спокойным и заинтересованным доброжелательным наблюдателем, и вы можете просто представить себе, как эти поезда приходят и уходят, а вы можете просто сидеть на перроне, да, и ваши мысли, даже если пришла в голову какая-то мысль, от которой вы хотели бы избавиться, вы просто можете посмотреть на нее со стороны и позволить ей побыть какое-то время, можете позволить ей уйти, так эти поезда, если вы были закрытыми глазами, вы можете открыть их, да, и такое упражнение, как мы сделали сейчас, или опять же существуют и другие упражнения, для того, чтобы развивать себе вот это внутреннее наблюдателя, да, вы можете опять же познакомиться с таким упражнением в литературе, практиковать их здесь, самое главное, это на регулярной основе вспоминать о том, что когда какие-то эмоции или когда какие-то мысли охватывают вас, просто вспоминать о том, что вы иногда не обязаны соединяться с этими мыслями, а просто можете отступить на шаг назад и понаблюдать, вы можете понаблюдать и назвать, да, то есть если вы испытываете какое-то сильное эмоциональное состояние, вы можете попытаться назвать его, что сейчас я испытываю, например, страх, да, или я испытываю гнев, и когда вы это назовете, это вам уже поможет отойти как бы на полшага назад и уже немножко отсоединиться от этих мыслей, от этих эмоций. что я хочу сказать в заключение, да, поделиться результатами научных исследований, на самом деле уже тоже практики и саморегуляции, и медитации, даже йоги, они были исследованы в рамках научных работ, и в 2017 году был проведен уже проведен мета-анализ, и авторы его изучили 45 исследований, то есть ведь уже много достаточно было проведено, и проанализировали как раз-таки эффективность метода медитации, но там медитации, в том числе были еще и навыки как раз-таки управления вниманием, то, о чем мы сегодня говорили, развитие гибкости внимания, и как раз-таки вот в этих 45 исследованиях было показано, что эти практики они помогают снизить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, снизить уровень кортизола в вечернее время, и плюс ко всему еще снизить уровень цирреактивного белка, поэтому авторы этого мета-анализа сделали вывод, что практики медитации, саморегуляции, они помогают корректировать физиологические маркеры стресса. Я благодарю вас за внимание, большое вам спасибо, желаю вам, чтобы в вашей жизни нашлось время и место для того, чтобы обучаться таким полезным навыкам. Большое спасибо, всего хорошего. Спасибо.